Уважаемые коллеги, меня зовут Першина Ксения, и сегодня у нас будет целая серия вебинаров «Становимся вундеркиндами». Вундеркинды плюс — это линия УНК по немецкому языку и летательству просвещения. И сегодня в рамках трех вебинаров мы рассмотрим различные этапы обучения немецкому языку начальную школу, среднюю школу, затем старшую школу. Сейчас наш первый вебинар начинается в 12 часов, следующий вебинар начнется в час, и последний вебинар начнется в 2 часа, и последний вебинар начнется в 3 часа. В 2 часа мы поговорим о средней школе, и в 3 часа затронем тему старшей школы и подготовки к ЕГЭ. И тема нашего вебинара — это «Первые шаги в изучении немецкого языка. Тренирование коммуникативной компетенции в начальной школе». Если говорить об обучении, об изучении иностранного языка, то, естественно, на современном этапе основная цель — это тренирование коммуникативной компетенции. То есть это умение взаимодействовать в иноязычном мире, умение понимать и быть понятыми представителями иноязычной культуры, и использовать язык как средство общения. Если мы вспомним с вами историю изучения иностранного языка в нашей стране, то ранее иностранный язык представлялся собой более как такой пассивный предмет, то есть изучалась грамматика, изучалась лексика, но именно общение на иностранном языке, именно этому аспекту изучения, пониманию иностранного языка ранее не уделялось достаточного внимания. И уже с 90-х годов стала такая проблема, что необходимы были люди, необходимы были уже специалисты, которые именно владеют иностранным языком как средством общения. И сейчас уже на государственном уровне закреплено требование к данному предмету, который отражен в Федеральном государственном образовательном стандарте, что предметным результатом изучения предмета иностранного языка должно быть формирование коммуникативной компетенции. То есть уже на государственном уровне признана важность формирования школьников коммуникативной компетенции на уроках иностранного языка. Если мы будем дальше с вами говорить немножко о теории, рассмотрим с вами, что такое коммуникативная компетенция, то она включает в себя пять субкомпетенций. Это языковая субкомпетенция, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная. Языковая субкомпетенция предполагает под собой знание лексики, грамматики и фонетики изучаемого языка, то есть умение оперировать грамматическими правилами, умение использовать подходящую лексику и правильно произносить слова. Речевая субкомпетенция представляет собой общение на иностранном языке и включает в себя четыре вида речевой деятельности. Далее это умение говорить на иностранном языке, слушать, понимать на аудировании, далее умение писать и читать, понимать информацию с текста. Данные две субкомпетенции являются, скажем так, доминирующими, но также три оставшиеся субкомпетенции играют большую роль для формирования именно коммуникативной компетенции и умения общаться на иностранном языке. Далее у нас идет социокультурная субкомпетенция, которая представляет собой знание о реалиях страны, изучаемого языка, знание этикетных форм поведения, знание культурных особенностей и умение в соответствии с этими знаниями, в соответствии с культурными знаниями, выстраивать адекватное общение с представителями язычной культуры. Далее идет компенсаторная субкомпетенция, которая позволяет учащимся исполнять какие-то пробелы в знаниях, и несмотря на то, что, естественно, невозможно знать всего абсолютного на иностранном языке, компенсаторная субкомпетенция позволяет, опираясь на уже известный материал, делать предположения о неизвестном материале и преодолевать какие-то моменты, которые для школы являются непонятными. И учебно-познавательная субкомпетенция представляет собой умение использовать дополнительные материалы для самостоятельного изучения, самостоятельного восполнения пробелов в знаниях или для дальнейшего самостоятельного изучения иностранного языка. И так как мы сегодня разговаривали на данный момент именно про начальную школу, про формирование коммуникативной компетенции в начальной школе, как пример одного из инновационных ОМК по немецкому языку, который позволяет действительно уже на начальном этапе обучать школьников говорить на немецком языке, понимать немецкий язык и даже, может быть, в какой-то степени мыслить на немецком языке, уметь на нем общаться, мы сегодня будем говорить о ОМК Вундеркинде Плюс для вторых и четвертых классов. На слайде отражены основные особенности данной линии ОМК, почему она является инновационной и в чем заключается ее преимущество. Данная линия ОМК предназначена для тех, кто изучает немецких, как первые иностранные. Данная линия является двухуровневой, то есть она предназначена для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением немецкого языка. Это позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию и также позволяет реализовать дифференциацию на уроках немецкого языка. Мы немного позже рассмотрим, каким образом происходит именно дифференциация в данном учебнике. Линия рассчитана, учебник рассчитан на 2 часа в неделю и более 2 часов в неделю при углубленном изучении немецкого языка. Самая яркая особенность данного учебника, это его яркая именно коммуникативная направленность. Учебник новый, инновационный, повторюсь, и создатели учебника ставили перед собой такую цель, чтобы, работая по нему, учащиеся смогли именно начать говорить по-немецки. Не просто понимать слова, которые они видят в тексте, не просто опознавать на слух немецкую речь, но именно говорить общательно на немецком языке. Поэтому учебники представлены большое количество коммуникативных упражнений и, в принципе, подход к изучению остального языка в данном учебнике коммуникативно. И также есть одна интересная особенность, это сюжетный канва, который позволяет сделать процесс изучения очень интересным для младших школьников, увлечь их в мир немецкого языка, и создает дополнительную мотивацию и стимул к изучению данного предмета. Если говорить о составе УМК, то в составе УМК входит учебник в двух частях, рабочая тетрадь в двух частях, аудиоматериалы, книга для учителей, рабочая программа. И давайте обратимся сначала к структуре УМК, к структуре учебника. Учебник, каждая глава учебника состоит из определенных разделов. Первый раздел — это фантази-лянд, в котором происходит формирование и развитие коммуникативных умений. В каждой главе этот раздел представлен первым. В данном разделе вводится новая лексика с помощью визуальных опор, также вводятся новые какие-то устойчивые выражения. И данный раздел направлен на индуктивное изучение иностранного языка, то есть от примеров каких-то идет уже изучение дальше к самим правилам, к формированию правил. Далее, следующий раздел, если мы посмотрим, это Бёрджа-ланд. Это следующий раздел в каждой главе учебника, и в данном разделе происходит формирование и развитие языковых и лингвистических навыков. То есть, если первый раздел — это большее развитие речевых навыков и умений, то второй раздел — это формирование и развитие именно навыков в области грамматики и лекций. Применяют новые слова, применяют новые правила, образовательцы правила. Также в данном разделе представлены новые пенетические и орфографические материалы, и они выделены в отдельные тематические блоки. Далее, если мы сейчас посмотрим на примеры этих блоков, то это такие таблички с петлячком «Немо». Петлячок — это один из героев данного учебника, и он посвящает нам грамматические правила. То есть в данном разделе правила выделены, скажем так, в классической форме от общего к частному. То есть сначала это правило, потом основные правила мы уже выводим из закономерности. И третий раздел — это «Дэнкланд». Данный раздел направлен на формирование и развитие универсальных учебных действий. Здесь представлены различные упражнения, которые именно формулируют у школьников способность анализировать иностранный язык, производить какие-то самые простые мыслительные операции, логические мыслить, выявлять самостоятельные закономерности. Если мы обратимся к особенностям младшего школьного возраста, то одной из особенностей является ориентированность на мнение взрослого и также недостаточная сформированность самооценки, самоанализа. Данный раздел позволяет уже с самого младшего возраста начинать формировать навыки логического мышления, навыки, аналитические навыки. И далее уже в следующем этапе, это будет выражено в других разделах учебников, которые направлены, соответственно, на формирование универсальных учебных действий. Вот, соответственно, это самое начало, то есть самое начало формирования рефлексии у школьников. В разделе «День кван» необходимо выполнять простые задания, которые направлены на структурирование изученной информации или же на выведение кетологических закономерностей. Здесь на слайде вы видите пример такого задания. Здесь рассматривается тема артикли, и школьникам предлагается самим подумать и объяснить, в каком случае используется какой артикль. Если говорить о дифференцированном подходе к обучению и, в принципе, к построению индивидуальной оборудовательной траектории, то в учебнике «Вундеркинде плюс» учитель может самостоятельно выстраивать рабочую программу в соответствии с потребностями данной конкретной группы. Несмотря на то, что первым в учебнике представлен раздел «Фантазии лайнд», второй раздел «Вертуал лайнд», эти разделы, они... можно, в принципе, их взаимозаменять. То есть, если вдруг вам кажется, что группа готова именно... готова к коммуникативному подходу, готова к тому, чтобы изучать язык по коммуникативной системе, можно начинать с раздела «Фантазии лайнд», где на примере каких-то совершенно попростых, может быть, диалогов, на примере визуального ряда вводится новый материал. И затем уже учащиеся самостоятельно вводят правила употребления данного материала. Если же вам кажется, что для группы будет лучше, если сначала будет введен новый материал, а потом уже будет показано, как он употребляется в речи, вы можете начинать с раздела «Вертуал лайнд». Задания этих двух разделов, они выстроены не в формате прогрессии, то есть их можно варьировать. Можно начинать с раздела «Вертуал лайнд», когда уже грамматика, грамматика, лексика вводятся дедуктивным способом, то есть сначала объясняется правило, затем уже показывается, как правило применяется. Это один из больших плюсов данного учебника, потому что учитель может действительно ориентироваться на свою группу, ориентироваться на потребности данной конкретной группы учащихся, и в соответствии с данными потребностями выстраивать образовательную территорию. Для формирования коммуникативной компетенции важен, естественно, набор различных факторов, и умение правильно построить учебный процесс является одним из факторов, которые обеспечивают успешность формирования коммуникативной компетенции у учащихся. Но, повторюсь, создатели учебника, в принципе, не случайно сделали первым отделом фантазии «ЛАНД», опираясь на то, что младшие школьники очень восприимчивы к новому материалу и в ходе упоминают новый интересный материал. Создатели учебника предлагают вводить новый материал по примеру коммуникативного подхода и ориентируясь именно на эту восприимчивость школьников, на эту восприимчивость к новому материалу. Все-таки «ЛАНД» — это раздел, который предполагает именно больше логическое мышление и которое, наверное, школьников развита в принципе не в данном возрасте еще не так хорошо. Поэтому, используя раздел «Фантазия», когда школьники в форме игры, сейчас посмотрите, в форме игровой деятельности изучают новую информацию, что позволяет им эту информацию быстрее и легче запоминать. Если мы посмотрим, как вводится новая тема, то здесь вы видите на слайде, что предлагается сначала послушать, повторить новые слова. Далее можно пофантазировать, поспрашивать учащихся, что они видят на картинку, визуально на опоре, и уже исходя из этого, они понимают, как слово переводится, что это слово обозначает. Внизу видим следующее мемо, которое поясняет новый драматический материал. И далее уже идет отработка нового материала во простых диалогах. Также учащихся предлагает послушать диалог, поиграть с ним. Если мы смотрим далее, «Готаланд», то здесь сначала будет ведение лексики с помощью визуальных опор, далее идет закрепление лексики, далее идет формирование драматического правила по потреблению артикла, и затем закрепление правила в уже непосредственно в игре, в небольших диалогах, то есть более традиционных. Также одной из отличительных особенностей данного учебника является раздел «Мои достижения», который направлен на формирование рефлексии и самооценение. В конце каждой главы учебника школьникам предлагается проанализировать, что они уже научились за эту главу делать. Здесь представлены наборы тех тем, тех навыков, которые школьники уже освоили. Также это на разделе можно использовать для повторения, то есть посмотреть, что ребята выучили, что они точно помнят, в чем у них есть сомнения. И затем, 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 затем моим школьникам предлагается, возможно, выполнить небольшой тест, посмотреть, насколько хорошо они усвоили новый материал. Тест в этом разделе можно использовать также, как для проведения, например, проверочных работ. И если говорить о дифференциации обучения, о двухуровневом системе обучения, о школах с улогионом изучения языка и общеобразовательных организаций, то в учебнике есть, помимо основных отделов, которые мы сейчас смотрели, это «Фантазиланд», «Вотерланд», «Дэнкланд» и «Мои достижения», есть дополнительные разделы. Во-первых, это «Вандерланд». Данный раздел направлен на развитие социокультурной компетенции наших школьников и включает в себя какую-то интересную информацию о жизни в немецкоязычных странах и такие первые знания о том, как же живут люди в Германии и в других странах, где говорят на немецком языке. Следующий раздел, еще один дополнительный раздел, который можно использовать, в принципе, пожелания в учебнике – это «ШПИ». Здесь представлено задание для повторения, но в игровой форме. Естественно, это известно, что игра – это ведущий вид деятельности у младших школьников, и поэтому в учебнике большое количество именно игровых упражнений. Можно сказать, что практически каждое задание предполагает под собой некую игру, некий игровой момент для того, чтобы вовлечь школьников в этот игровой процесс, сделать для них изучение немецкого языка интересным и доступным. Есть отдельный специальный раздел, который можно использовать как раздел для повторений, который также происходит не каким-то однообразным образом, а очень весело, интересно и в игре. Школьникам, младшим школьникам это очень нравится, они активно принимают участие в таких играх, и поэтому дополнительно они еще повторяют пройденный материал. И еще один момент – это сюжетная канва учебника, о которой уже немножко говорилось ранее. Сюжетная канва учебника предполагает наличие героев в каждом учебнике. Здесь в учебнике Вундеркинде Плюс у нас представлена страна фантазии, Фантазии Ланд, о которой мы говорили с вами ранее. Раздел Фантазии Ланд. Далее страна слов Вертра Ланд, страна размышления Дейнгланд и страна путешествий Вандерланд. В стране фантазии живет семья Вундеркинд, это мальчик Юля, вы видите здесь на картинке, девочка Маша, их мама, папа, бабушка и дедушка. И все вместе. Еще с ними также живет енот Ваши и слоненок Элли. Слоненку Элли все непонятно, она очень любознательная, и поэтому она постоянно задает вопросы, которые связаны с новыми правилами, с изучением немецкого языка. И отвечая на эти вопросы, школьники вместе с Элли узнают что-то новое о немецком языке. Далее, у нас есть вторая страна, это страна Вертра Ланд. В стране Вертра Ланд есть король алфабета, который, в принципе, отвечает за алфавит. Далее есть также его жена, королева Штуктурила, которая отвечает за грамматику, и дочка Фони, которая вводит фонетические правила. И фигуры короля и королева позволяют в игровой форме узнать что-то новое о грамматике и о лексике, и также закрепить новые правила. Фигура девочки Фони, она, соответственно, вводит правила фонетики. В стране размышлений также живет умный змейка Лерни, который просит героев объяснить то или иное правило на немецком языке. И также есть фигура светочка мема, она не связана ни с одним разделом данного учебника, она встречается регулярно. Фигурка мема вводит именно грамматические правила. Таким образом, получается, что разворачивается перед школьниками целая сказка, они становятся участниками этой сказки, и это делает процесс изучения языка действительно интересным. Они вовлекаются в игру, и в ходе игры происходит формирование коммуникативной компетенции. Все задания учебника носят коммуникативную направленность и предполагают под собой также какой-то игровой момент. То есть в игре школьнику надо решить какую-то коммуникативную задачу. Получается так, что младшим школьникам действительно очень нравится красочность учебника, нравится наличие сказочных героев, и через это общение за сказочными героями происходит усвоение немецкоматических, литических правил и так далее. Повышается мотивация к изучению немецкого языка, это превращается в своеобразную игру, результатом которой становится именно снижение коммуникативной компетенции и умение воспринимать немецкую речь и использовать это уже далее в общении. Если мы пойдем с вами дальше и будем рассматривать сейчас именно коммуникативные умения, которые будут формироваться у школьников при работе с инкорундой Киндер Плюс, то мы можем начать с оговорения. Если мы рассмотрим с вами примерную образовательную программу, то к концу четвертого класса школьники по предмету иностранной языки должны уже научиться уметь участвовать в элементарных диалогах, выставлять небольшое описание предмета, картинки или персонажа и рассказывать о себе, своей семье и друге. Это то, что школьники должны уже научиться. Внизу слайда вы видите один из примеров диалога. Здесь школьникам предлагается сначала подсчитать, потом проиграть этот диалог. И при этом все упражнения на говорении также подкреплены визуальными и вирвальными опорами. Малыши школьники иногда не остаются одни, скажем так. У них всегда есть на что опереться, есть куда посмотреть. Это снимает некоторый стресс, это снимает напряжение у наших школьников и позволяет легче ориентироваться в немецком языке. Также существует всегда большое количество примеров, и каждый школьник может выдать именно то, что ему интересно, то, что ему покажется значимым, и отыграть, отработать новый материал именно в том примере, который ему понравится. Далее также еще один пример упражнения, где школьнику необходимо составить рассказ о своей профессии мечты, также нарисовать эту профессию. То есть опять поднимаются разные моменты, творческие моменты. Школьники в этом возрасте очень скринчивы именно к творчеству, им интересно совмещать различные виды деятельности, и поэтому нарисовав свою профессию мечты, потом рассказав о ней по-немецки, это повышает интерес школьников и способствует стремлению коммуникативной компетенции. Далее, если мы перейдем с вами к следующему, передающего деятельности аудированы, согласно требованиям, школьники должны понимать на слух речь учителя и одноклассников, воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, построенных на знакомом языковом материале. Стоит отметить, что в учебнике «Вендеркинный плюс» уже с самого начала, с самого первого урока школьникам предлагается именно послушать свои первые предложения на немецком языке, повторить их, попробовать понять, что это значит. Может быть, это понятно с помощью учителя. Но уже с самого начала школьники слышат немецкую речь и учатся именно воспринимать ее на слух, ориентироваться в ней на слух. Этот подход позволяет избежать многих сложностей, которые могут возникнуть у учащихся, потому что действительно в нашем школьном возрасте мне легче попробовать сделать по образцу, попробовать повторить, чем логически осмыслить какую-то операцию и выполнять это дальше уже именно, скажем так, на таком логическом уровне. В учебнике представлено большое количество различных диалогов, различной тематики. Опять-таки в диалогах участвуют герои, которых мы рассматривали ранее. Школьникам предлагается послушать, повторить за героями диалоги, проиграть эти диалоги. То есть одновременно происходит формирование нескольких видов коммуникативных компетенций. Вообще стоит отметить, что коммуникативные компетенции, нельзя сказать, что можно формировать только языковую коммуникативную компетенцию, или только речевую, или только социокультурную компетенцию. Они все равно в любом случае формируются все вместе, они взаимосвязаны. Поэтому создание таких коммуникативных ситуаций, когда происходит именно комплексное формирование коммуникативной компетенции на всех составляющих, позволяет сделать этот процесс наиболее успешным. Следующий пример, где школе необходимо также прослушать и отметить, не знаю, услышанное, то есть услышать, кому подходит какое именно высказывание, а затем предлагается уже проиграть небольшие диалоги с теми словами, которые мы услышали в гаудированном. То есть получается, что школьники сначала слушают, как правильно произнести, далее соотносят услышанное с текстом, ищут правильный вариант ответа, и далее уже в своей речи, в своих диалогах разыгрывают прослушный материал. В этом уровне получается, что здесь отменяется и речевая компетенция во всех ее видах, и также, в принципе, сбегая вперед, здесь происходит уже и также формирование коммунистических навыков и умение воспринимать на слух. Если мы перейдем с вами далее к разделу к субкомпетенции чтения, то школьнику необходимо научиться соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом, далее читать в слух небольшой текст, соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию, и читать при себе и понимать содержание небольшого текста, и читать при себе и находить в тексте необходимую информацию. Повторюсь, что уже со второго класса, с самого первого урока школьники учатся воспринимать немецкую вещь, читать, может быть, сначала слушать написанный материал по немецки и ориентироваться в данном тексте. И здесь на примере вы видите упражнение, в котором есть после текста задание. Это позволяет школьникам сделать процесс чтения более осмысленным, и избежать некоторого недопонимания. Также в учебнике представлено большое количество различных текстов. Сначала это, естественно, маленькие диалоги и маленькие предложения, затем по нарастающей диалоге переходят уже в небольшие письма, короткие рассказы, короткие истории. И упражнение сопровождается предтекстовым, текстовым и послотекстовым упражнением, что также служит развитию нахуй чтения. При этом многие тексты сопровождаются аудиозаписием, то есть можно послушать, понять, как правильно читается текст, как правильно читается то или иное слово, затем прочитать уже самостоятельно, правильно, и далее уже понять задание. Что касается письма, здесь представлены следующие требования, которые школьникам необходимо овладеть. Это выписывать из текста слова словосочетание предложения, писать поздравительную открытку и писать по образцу короткое письмо к рубежному другу. Для формирования данного видов умений и навыков школьникам предлагается выполнять различные упражнения в учебнике, где они ознакомятся с учебными образцами, с тем, как стоит, например, писать открытку или письмо, как используется словосочетание. И для отработки данного навыка в рабочей тетради подставлено большое количество различных упражнений. Здесь вы видите фрагменты из рабочей тетради. Школьникам предлагается в поздравительную открытку писать некоторые слова, которые здесь даны в раздроз. Таким образом, школьник учится самостоятельно выписывать слова словосочетания из текста и одновременно они видят перед ним пистальный образец открытки. они учатся тому, как стоит, по какому образцу составляется открытка. Затем, эти задания естественно усложняются и уже практически пустой открытку необходимо запомнить самостоятельно и так далее. В принципе, для развития именно письма задания рабочей тетради направлены именно на это. Для развития навыков письма написания немецких букв и уже дали предложения. в рабочей тетради также представлены задания по афобитизации. Еще одно задание также из рабочей тетради где уже необходимо написать письмо зарубежному другу. Также даны некоторые речевые образцы опоры которые можно использовать но текст соответственно школьникам находя писать самостоятельно. И следующее еще одно задание которое представлено справа в нем школьникам необходимо как раз таки соотнести словосочетания какие подходят что сочетается и далее записать их самостоятельно. Что касается умений в разделе графика и орфография то школьникам необходимо воспреподить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита пользоваться немецким алфавитом узнать последовательность букв в нем списывать текст восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей и соотносить фонемы с графическим отображением. Что касается иммунографики орфографии в учебнике представлен естественно весь немецкий алфавит групп слова буквы вводятся последовательно и употребляют уже непосредственно слово то есть школьники видят как данная буква звучит в слове как она звучит в окружении других букв какие бывают буквы сочетания здесь внизу виден пример одного из упражнений где представлены уже известные школьникам слова это простые местными имена и необходимо найти эти слова и принести их такие упражнения опять-таки в игровой форме позволяют школьникам легче начать ориентироваться в немецком алфавите и научиться использовать его в рабочей страде также представлены упражнения которые направлены на развитие школьников умения писать немецкие буквы писать немецкие слова и пользоваться латинским алфавиком следующий раздел это раздел фонетики для младших школьников данный раздел не является слишком сложным они с удовольствием повторяют немецкие слова которые они слышали в аудиозаписах в примерах диалогов и это умение это готовность подражать немецкие речи у многих школьников действительно позволяет достичь достаточно высоких результатов согласно требованиям к фонетике школьникам необходимо различать на слух и правильно распроводить все звуки немецкого языка также различать коммуникативные типы предложений по их интонации и корректно произносить предложения с точки зрения их ритминтонационных особенностей здесь внизу представлено одно из упражнений из рабочей тетради где также школьникам предлагается соотнести звук и слово которым этот звук слышится и помимо прочего напомню что в учебнике в деле вёдра лайнт девочка фоне вероиня учебника составляет новый фонетический материал который выводится естественно с опорой на аудиозапись то есть школьники могут сначала послушать услышать как правильно произносится тот или иной звук как он звучит в слове повторить зачем использовать самостоятельно уже в речи данный раздел представляется обширное поле для различных игровых заданий которые школьникам очень нравятся и если говорить о компонентном составе МК то в книге для учителей в конце книги для учителей представлены различные игровые задания которые можно проводить с школьниками во время занятия которые в том числе направлены на развитие автоматических навыков учащихся если мы придем с вами далее уже непосредственно к изучению лексики школьникам необходимо научиться узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы также оперировать в процессе общения активной лексики в соответствии с коммуникативной задачей и восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей то есть на начальном этапе школьникам в принципе необходимо научиться изучать немецкие слова узнавать их уметь работать с активным словарным запасом и также знать написание слов уметь восстанавливать это написание для решения какой-либо учебной задачи для введения лекций существует специальный раздел во-первых в фантазии лексика вводится с помощью визуальных и аудиоаплод и также в разделе вверхула новый лексик вводится также с помощью визуальных окошков здесь пример разворота учебника вундеркинде плюс раздел вверхула мы можем увидеть с вами что сначала вводятся новые слова с помощью визуальных окошков школьникам предлагается прочитать подумать что это может как это что это слово означает далее школьникам предлагается уже прослушать прочитать и прослушать небольшие диалоги в которых используете новые слова и затем проиграть уже диалоги с использованием новых слов то есть получается что в лексика вводится комплекс сначала это на первом этапе это просто знакомство с новой лексикой узнавание новой лексики затем также узнавание изучения лексики на слух и уже отработка лексики в коммуникативном упражнении где школьники в формате игры эти новые слова употребляют и далее мы переходим к разделу грамматики раздел грамматики непростой достаточно требует достаточного количества усилий как от учителя так и от учеников в учебнике в учебнике в другом этапе как я уже говорила есть специальные грамматические правила которые вводятся или индуктивным или индуктивным способом и также в рабочей тетради представлено большое количество упражнений которые направлены именно на отработку грамматических явлений согласно требованиям школьникам необходимо учиться распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений также распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи существительные определенные определенным артиклем существительные в единственном нольском числе глагол связ кузаин глагол презент петер модельный глагол холен воля мусс золен также личные поддержательные воспринимения прилагательные количественные порядки вычислительные и наиболее потребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений то есть это то чем школа необходимо овладеть за тот период изучения английского языка в начальной школе это все вполне реально и в учебнике вундеркинде плюс вы можете на слайде увидеть пример того как вводится грамматика в разделе VIRTALAN с помощью рубрики MEMO в соответствии к MEMO которая изучает новое грамматическое правило здесь в данном разделе грамматик будет традиционным способом у нас здесь есть пример у нас идет таблица с примером того как происходит что это за правило как оно будет далее идет сам непосредственно пример как это правило используется и затем предлагается уже непосредственно в диалоге в игровой форме проиграть изученные правила таким образом грамматика вводится также в коммуникативный способ у нас есть коммуникативная ситуация в которой необходимо решить коммуникативную задачу узнать кто как едет в школу и при этом использовать новое изученное правило и пример из рабочей тетради сверху вы видите упражнение где необходимо подсоединить форму по принципу и инфинити соедините посмотреть как они что подходит к чему как они используются это направлено на узнавание новых грамматических явлений и далее уже затем школьникам предлагается вставить подходящую форму по принципу уже непосредственно в уже в упражнении посмотрите что подходит на что какой принцип будет подходить мы рассмотрели таким образом сейчас требования к развитию языковой и речевой субкомпетенции в составе и медичной коммуникативной компетенции как происходит введение тех или иных правил как происходит их закрепление можно сказать что учебники действительно представлено большое количество коммуникативных упражнений и они направлены на то чтобы школьники использовали язык использовали немецкий язык для общения грамматика 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 выступает посредником между школьниками и немецким языком то есть грамматика помогает использовать немецкий язык правильно правильно достигать свою коммуникативную цель но не является скажем так основной целью обучения естественно потому что цель это все-таки коммуникация помимо прочего если говорить о данном учебнике в нем представлено большое количество заданий которые повышают мотивацию к изучению немецкого языка все-таки для развития коммуникативной компетенции для того чтобы школьники захотели общаться на немецком языке естественно недостаточно просто правильно составленного материала учебного если мы вспомним с вами что ведущая деятельность у школьников это все-таки игра мы увидим такое большое количество разнообразных игровых упражнений представленных в учебнике один из примеров вы видите слева здесь школьникам необходимо отработать глагол в форме игры то есть в игровой форме отрабатываются новые глаголы и при этом они решают непотемную задачу рассказывают как как собственно добраться из одного из одного с одной части королевства в другую далее пример справа сверху здесь школьникам необходимо подготовить фонарик и также рассказывается по немецки как это сделать то есть получается что перед школьникам встает вполне серьезная задача сделать фонарик как им это сделать им показывается рассказывается на немецком то есть здесь немецкий язык служит посредником между школьниками школьником и творческой деятельностью в данном случае изготовления игрушки это показывает насколько многогранным является предмет иностранного языка для нашего школьника и в каких различных ситуациях немецкий язык может быть полезным и интересным ну и далее идет уже непосредственно стишок школьникам предлагается его послушать прочитать повторить в стихотворении приводит цифры изученные школьниками и такое введение материала во-первых обеспечивает лучшее запоминание цифр во-вторых школьники любят и ритмовки песни стихотворения вообще младшие школьники отличаются своей подвижностью и им очень действительно интересно нравится слушать упевать читать ритмически может быть прохлопывать ритм такие упражнения позволяют школьникам задействовать все возможные органы чувства и таким образом лучше усвоить новый материал вообще стоит отметить что естественно одной из особенностей нашего школьного возраста является то что школьники еще не умеют так хорошо концентрироваться удерживать внимание и поэтому упражнения которые позволяют школьникам чередовать различные виды деятельности могут школьников заинтересовать и удерживать их внимание намного дольше поэтому для эффективного обучения школьникам немецкому языку необходимо помнить о том что упражнения на уроке должны естественно разнообразовать и в учебнике вундеркинге плюс представлен весь спектр разнообразных упражнений где школьники могут и послушать самостоятельно прочитать поиграть в диалог провести какую-то может быть подвижную игру повторюсь в книге для учителя есть пример таких игр которые можно использовать в качестве небольшой разминки на уроке далее возможно спеть песенку или прочитать какое-то стихотворение все вместе хором или поролем такой подход делает урок немецкого языка очень разнообразным интересным и насыщенным в принципе стоит отметить что для нашего школьного возраста также характер надобознательность желание учиться обычно младшие школьники очень сильно мотивированы им все интересно и работая по такому учебнику думаю интересно будет и учителю и школьнику вместе путешествовать по стране вундеркиндах изучать немецкий язык и решать коммуникативные задачи помогая героям выполняя какие-то творческие задания собственно изучать немецкий язык постигать немецкий язык в принципе сейчас мы заканчиваем нашу первую часть на слайде вы видите контакт если у вас возникнут какие-то вопросы по данному УНК вы можете написать на общей издательскую почту и вам взять на ответ и я напоминаю что в 2 часа начнется следующий вебинар уже по разделу средняя школа мы будем говорить как удерживать интерес как продолжать мотивировать школьников в дальнейшем изучать немецкий язык поэтому на данный момент всего доброго и до 2 часов заканчиваем 2 часов и до Продолжение следует...